МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 30 лет, я могу вам сказать, что сейчас происходит. Антиукраинская пропаганда от беглого полковника времен Януковича. Есть факты о каннибализме в Доме профсоюзов. Новой армии – новое оружие. Какими военными разработками может похвастаться Украина? Украина может выпускать все. Отработанный материал. Это очень страшно. Те, кто собираются, не советуют. Чем русский мир отплатил наемникам за убийство украинцев? Сейчас я не знаю, где на фронтые деньги взять. Дорогое удовольствие. Факты, свидетельства, доказательства. Прямо сейчас в гражданской обороне. Построить на века? В РФ давно забыли о такой поговорке. Отходит просто, как картон. Разбирается, как спичечный домик. Грибок, плесень и холодные батареи – как бонусы к новым квартирам от государства. Как нельзя, мы с людьми, как сходу. Дали, сходи, как скот загнали. Мы и сходи. Как программа переселения из ветхого жилья может превратить тысячи россиян в бомжей? От пожара бегали, а сейчас от холода бегаешь. Широка и необъятна Россия, как и проблемы русского народа. Красной нитью среди них проходят ужасы чисто русского ЖКХ. Положим фанера. Понимаете, если б не эта фанера, я не знаю, здесь бы была просто лужа. Вот это наша кухня, вот обвалилась, вот оно, перекрытие. Вот здесь открываю, вот это вот у меня накопитель. Ты туда залазишь, вернуешься. Несколько лет назад российское правительство решительно, на камеру, конечно, сказала «нет» баракам и объявила программу переселения из ветхого жилья. Это не человеческие условия, и жить в таких условиях российские граждане не должны. Скорейшее расселение, ликвидация таких трущоб. Наша, как я уже сказал, принципиальная задача. Вскоре также на камеру отчиталось о проделанной работе. 14-го года из аварийных домов в России переселили более полумиллиона человек, и еще 200 тысяч к переезду готовятся. 14 регионов с намеченными планами полностью справились. Но аплодировать рано. Ведь сказать на камеру и сделать в реальности для российских чиновников две кардинально разные вещи. Потому как говорят, ты красиво, а делают криво. Когда новостройка после трущобы, совсем не повод для радости. Старое ветхое жилье меняют на новое ветхое жилье. Семьи отказываются покидать квартиры. Но квартиры хуже деревянных бараков, и жить в них просто опасно. Нет, вы не ослышались. Люди, которые жили в условиях вроде этих... Если мы хотим жить с водой, значит, у нас всю зиму льется вода из крана. Если мы не хотим сырости в квартире, значит, у нас вообще воды нет. Проблемы с тонализацией. Если бы мы своими силами ее ежедневно не чистили, мы бы задохнулись в дерьме. Массово отказываются от новеньких квартир, великодушно подаренных российским правительством. В Кремле негодуют, зажрались. А вот сами они жили бы в таких условиях. В одной комнате получается кухня и прихожая, и спальня, и зал. Все вместе здесь. Это дом в Заволжье. Но квартирой это помещение назвать можно с огромной натяжкой. Вон у меня осталась кухня, а спать негде. Ванная, я здесь прихожая. Мне 52 года, я хочу жить, а не существовать. Я просто, мне это погибнет здесь. В муниципалитете возмущенным жильцам сказали, так это же суперсовременная планировка студио. Но и тут явно на российский манер. Супер микро студио. Вот этот час, это 8 квадратных метров. Эту жилую площадь я не считаю. То есть я даже здесь ни кровать не поставлю, даже двух ядов не поставлю, ни диван. Здесь и спим, здесь кушаем, здесь готовим. И тут же туалет. Некоторые показывают старые бараки и сетуют. Там было тесно, но не настолько же. Мы из одного веткового жилья переселяемся в худшее веткое жилье. Мы ждали около 10 лет. Около 10 лет. И вот в итоге мы получаем вот это. Администрация отвечает нам только, что вам дали, все положено по метражу. А положено оказалось 8 метров жилой площади, вне зависимости от количества жильцов. Новый ремонт в стиле хай-так показывают и переселенцы из Перми. Радость от заезда пропала почти сразу. На стенах стала отваливаться штукатурка. Трещины видны во всех комнатах. Но самое страшное – грибок на стенах. У нас по всей ванне плесень, а заванная, она скоро выйдет совсем в мерлужу. Строители чешут репу и пытаются убедить – это строительная пыль. Можно было бы поверить, если бы это была не массовая и многолетняя проблема. Пенсионерка Елена Филиппова своими силами пыталась убрать опасный грибок, однако он оказался сильнее. Я пыталась, чем только не мазала. И скребла. Вот сегодня хочу мыло хозяйственное растопить и мылом хозяйственным налазать. С пылью-то мыло бы точно справилось. Пока ничего не помогало, да? Пока нет. Но всем этим людям хотя бы есть куда вернуться. В отличие от жителей Хакасии, чьи дома были уничтожены пожаром. Свыше 1200 сгоревших домов, около 600 пострадавших, погибших, 15 человек. Таковы последствия разрушительных пожаров Хакасии. На помощь, как и положено, пришло правительство. В зону бедствия дважды приезжал Владимир Путин. Он поставил задачу до 1 сентября построить для погорельцев новое жилье. Но вы уже можете угадать, какого качества была эта помощь. Экскурсию проводят вовсе не счастливые новоселы. Дыры не заделаны. Унитаз, ни крышки, ничего. Он какой-то такой кривой. Почему-то завезли унитазы, они все без крышек и все вот такие вот деформированные. Косыли, кривые. То есть, видимо, это целый вагон пришел какой-то некондиции. Ванна, никакой, естественно, тут ни отделки, ничего. Ну, то ли от того, что вода под дом течет, то ли еще по какой-то причине, но уже пошел грибовый. Как сдавали новые дома, где все держится на частном слове, люди не понимают. Вот кран. Я им ни разу не пользовалась. Он лопнутый. И спрашивают меня, вы пользуемся им или нет? А как я буду им пользоваться, когда до резетки вон сколько еще доставать? А потом пришла зима. И стало еще веселее. Там прям под домом вода замерзла вся. Там не один матрас. Здесь перемерзла вода уже. Здесь невозможно жить. Двери. Здесь грибок вот ушел на дверях. Вот видите, вся плесенька. Здесь грибок. Смотрите. Холод подступает со всех сторон. Сырость. Грибок. Просто страшно, когда вот в соседней комнате пошла плесень. Вот такую дверь поставили нам туда. Мы еще не успели зайти, как она вся сломалась. Это так, знаете, вот она чисто символичная, вот она. Смотрите. Пять селые банки идут. Обратите внимание, во время съемки даже камера запотела. А пожаловаться некому. Ведь по документам жилье новое. У нас эти власти, наверное, не хотят, чтобы мы добивались. Просто до них не достучаться. Они не понимают этого. Потому что они это не испытали. А можно своей шкуре все испытали. От пожара бегали. А сейчас от холода бегаешь. При этом топить в доме тоже страшно. Некачественные материалы легко воспламеняются. Несколько домов уже чуть не превратились в пепелище. Это мама первый раз затопила печку и ушла в дом. Когда вышла, поняла, что на веранде дым стоит. Она не поняла. Открывает дверь в котельную, оттуда клубы дыма повалили. Оказалось, горит пена, которой задули щели. Обычная строительная пена, даже не термостойкая. Вот видите, обычная пена. И такой целый поселок. Еще более интересная история произошла в Крыму. Жители цементной слободки даже не думали о переезде. Пока их земля не понадобилась для строительства Керченского моста. Десятки семей в Крыму получили ключи и переезжают из ветхих бараков в новое комфортабельное жилье. Новое всегда лучше старого, подумали они. И согласились на переезд. Просто еще не знали, как строят в России. Есть у кого течет, есть тоже и роет, и тут куча проблем. У кого-то там с канализацией что-то трубы текут. Из-за спешки по строительству на несколько сантиметров просела отмостка. Вот где радость обернулась грустью. Ведь возвращаться им уже некуда. Старое жилье стоит под снос, а новое вот-вот упадет само. Сроки пытались соблюсти. Что говорить о домах, построенных по социальной программе? Если коммерческие новострои, предназначенные для продажи, нормально построить не могут. Плесень, плохая вентиляция, дыры в стенах или даже полное их отсутствие. Это лишь некоторые из проблем, с которыми сталкиваются сегодня новоселы по всей стране. Кто-то копил всю жизнь, чтобы купить квартиру вот такого качества. Так, я уже снял пять рядов. Пробуем дальше. О-о-о! Нифига себе! Четыре кирпича за раз. Их тут уже очень много. Ежевские мужики настолько суровы, что могут разобрать новую многоэтажку голыми руками. Отходят просто как картон. Разбираются как спичечный домик. Оп, этот держится. Ну-ка, чуть-чуть стукнем. Все. В принципе, вот печальный итог. Такое ощущение, что если я продолжу дальше, я разберу просто тупо весь балкон. Конструктор Лего. Именно так называют свой новый дом жители этого ижевского новостроя. Но играть в него не очень весело. Сегодня жители дома опасаются за свою жизнь и здоровье. Кирпичи буквально падают с неба. Пуски, а то и целые кирпичи жильцы дома на проспекте Калашникова теперь собирают каждый день. Видимо, тырить на строительстве стало плохой традицией в РФ. Ижевск оказался не вопиющей ошибкой, а скорее дополнил тенденцию. Вот повторили подвиг в Люберцах. Жители микрорайона Красная Горка боятся находиться в собственных домах. Двигаемся в Липецк. Это не аварийный дом, новостройка на улице юных натуралистов. Облицовочный кирпич медленно отходит от стены. Ничего нового не находим и в Игнатьевке. Беру за окно, она вот вся платка под окном. Она вот так вся двигается. Сейчас вот смотрите. Видите, все. Вот она, самая честная реклама строительства по-русски. Так людей за это еще и заплатить заставляют. И пока они ждут ответов и добиваются ремонта аварийного балкона, просят жителей быть аккуратнее и по возможности не ходить под окнами дома номер 3. И как тут удивляться, что государственное жилье, где не украсть, просто не могут, плохого качества. Старые бараки вышли из строя по причине времени и отсутствия капремонта. Новые же обросли проблемами еще до заселения жильцами. Батареи все до одной бегут. Видите, желтые пятна, все до одной. Каким образом в РФ умудрились построить новые дома хуже, чем старые развалины? Он всегда рыбу пьет с головы. Я не знаю, как они с головой. Правительство наше ничем не занимается. Эти истории одновременно показывают и качество строительства по-русски. Отходит просто, как картон. Разбирается, как спичечный домик. Истинную цену заботы чиновников о народе, которые вроде как и помогают, но лишь для галочки. В их новостройке невозможно жить. Этот дом оказался хуже аварийного барака, откуда их переселили. На стенах плесень, батареи в квартиры зимой холодные. В некоторых случаях люди десятилетиями жили в ужасных условиях в надежде на переселение. А получив новые дома, молятся, чтобы те не упали им на головы. Век нанотехнологий, мне кажется, даже таракан лучше нас живут. Смотрите далее в гражданской обороне. Пропаганда в лицах. Обеспокоенная мать. Мы, матери Украины, обращаемся ко всему миру. Защитите нас от коричневой чумы. Или полковник милиции времен Януковича. Я прослужила в милиции 30 лет. Ряженые эксперты в эфире российского Зомба-ТВ. Какие мифы о пожаре в Доме профсоюзов рассказывает Галина Запорожцева? Есть факты о каннибализме в Доме профсоюзов. Не пропустите фестиваль бредовых баек об Украине. Вот уже более трех лет Украина без преувеличения является главной темой всех российских СМИ. Они снимают, наверное, даже больше сюжетов, чем о ненавистной Америке. Мы говорим о том, что нас волнует. В этом бесконечном потоке информации в Украине все очень плохо. Кризис произошел в самой чувствительной сфере здравоохранения, промышленность, ЖКХ. Настроение в обществе пессимистичное. Тем более, что перспектив выхода из ситуации не видно. А то тарифы, выборы, встречи, законы. Да среднестатистический россиянин не знает столько подробностей о своей стране. Зато про Украину знает все. И как им говорят, из первых уст. У нас украинский журналист из-за Львова. Украинский журналист, общественный деятель, проводит свое расследование, случившееся он в нашей студии. Мы уже рассказывали вам о чудесном превращении Юрия Кота из шоумена в политолога. И о его поисках бесов в Украине. На сегодняшний день идет борьба с сатанистами. Вы посмотрите на них. Вы просто присмотрите, загляните к ним в глаза. Они одержимы. Они абсолютно одержимы. У них даже взгляд бесовский. Знакомили вас и с творчеством запойной псевдожурналистки Елены Бойко. Революции не было. Это не революция достоинства. Революция мерзости. Сегодня речь пойдет о не менее занимательном персонаже. Галине Запорожцевой. Какой канал не включи, если там обсуждают Украину, она тоже будет в студии. А мы, простой народ, представители простого народа, мы вынуждены привыкнуть к нарушению наших прав. Моя пикная девочка. По легенде, Галина Запорожцева представляет некое общественное объединение «Матери Украины». Хотя они сами путаются, как называть фейковую организацию. Организация общественной материал Украины. Общественной материал... Общественные материал Украины, как выразился не особо образованный ведущий антимайдана в Одессе, впервые появились в 2014 году. Запорожцева выступала против мобилизации и АТО на правах одной из матерей. Мы, матери Украины, обращаемся ко всему миру, ко всему цивилизованному миру. Защитите нас от коричневой чумы, которая захлестнула нашу страну. Мы живем в страхе за себя, за своих мужей, за своих детей. 14-й год. Вот они, первопроходцы, которые первыми распространяли бредовые сказки кремлевских пропагандистов о бандеровцах, карателях, хунте и фашистах. Но мы боимся новых экскалаций конфликта. Решайте вопрос без наших детей. Садитесь за стол переговоров. Хватит на Украине крови. Хватит материнских слез. Но вот занимательный факт. Как оказалось, мать из Запорожцевой скорее духовная, поскольку никакой информации ни о ее детях, ни тем более о каких-либо фактах насильственной мобилизации ее отпрысков нет. Зато мы нашли ее первое появление в медиа. У нас присутствует полковник милиции, когда психологических наук, профессор Академии МВД, который в своем доме не видит. Вот это поворот. Это только в марте 14-го Запорожцева превратится в мать. А еще в феврале в качестве полковника МВД на явно сепаратистской лекции она распиналась о прелестях диктаторских законов 16 января. Я думаю, что это было даже направлено на защиту мирного заселения. Я видела, например, в принятии этого законодательства, как некое, даже знаете, такое миролюбивое и мягкое отношение гражданам, которые хотят выразить свое мнение. Нет проблем, идите, пожалуйста, протестуйте. Ну, в рамках закона. В чем-в чем, а в информационной войне, как показала практика, эта дама – мастер. Она не только повторяет темники Киселев ТВ, но и придумывает иногда сама. К примеру, на правах одесситки Запорожцева пасется на теме трагедии в Одесском доме профсоюзов. Галина, скажите, вот вы живые свидетели сейчас этой трагедии. Что вы видите? Я увидела своими глазами, что такое фашизм, когда людей просто убивали. Именно на майских событиях в Одессе строится вся пропагандистская история Кремля о зверствах хунты. Мол, сожгли людей и глазом не моргнули. Настоящую бойню, устроенную радикалами в Одессе, уже назвали новой хатыньей. А благодаря участию одесситки Запорожцевой выдуманная история становится более правдоподобной. Вы же посмотрите, она сама из Одессы, она точно знает подробности. Никто не поднимает вопрос о том, что там был применен какой-то газ, в результате которого люди оставались в определенной позе, они просто как бы замирали. Вот. И, в общем-то, превращались в какую-то головешку там сожженную. Ни один тест и расследование не подтвердили использование какого-либо ядовитого газа в Доме профсоюзов. Но это в реальном мире. В мире кремлевской марионетки даже свидетели есть. У нас есть свидетели, живые свидетели, которые пострадали, они перенесли вот эти ожоговые, как говорится, травмы, и они утверждают, и потом медики говорили о том, что характер этих травм указывает на применение в Доме профсоюзов фосфора. Только вот где они, эти свидетели? Есть ли какие-то документальные подтверждения, кроме слов непонятной дамы, то ли матери, то ли полковника? Почему по прошествии трех лет ни один из свидетелей или врачей, о которых она говорит, не дал показания? Но вот в чем фокус. Ватная аудитория, на которую рассчитаны такие байки, не задает вопросов. Она просто верит. Верю. Да, я верю. Верю. Конечно. Достаточно посмотреть любую программу, ток-шоу. Вы думаете, на фосфоре сказочница остановилась? Братья Гримм нервно кулят в сторонке со своими страшными сказками, когда Запорожцева включает фантазию. Мы сейчас занимаемся сбором информации для того, чтобы передавать в международные организации. Есть факты о каннибализме в Доме профсоюзов. О каннибализме. В качестве подтверждения зрителям показали вот это непонятное видео. Подбегает человек с салфетками. Обратите внимание. Зачем там ему салфетки? Ну вот же оно. Пойманы с поличным. Точно каннибалы. Человеченки поели, салфеточками утерлись. Вообще дикая история. Кроме того, где именно снято видео, кем и кто в кадре, идентифицировать невозможно. Как удобно. Теперь придется просто поверить, что это Дом профсоюзов. То есть там есть слова, когда человек говорит, здесь едят человечину. То есть человек ходит с салфетками. Мы прослушали его много раз. Более того, в интернете есть полная версия видео, не обрезанная пропагандистами «Россия-1». В нем нет слов о поедании человечины. О, ты, б***ь! Да вы что, не че, не могу? Нет! Я в Донбассе! Получается, эксперт врет, что ли? Галина Запорожцева с ее солидной профессией в прошлом, возможно, даже смогла бы сойти за более-менее правдоподобного эксперта. Она органично смотрится в российском формате пропагандистских шоу. Сегодня Донбасс есть представитель вот той страны, которая сегодня может объявить о своей правоприемственности от Украинской СССР и вернуться в ту точку, которая была нарушена 26 лет тому назад. Правдоподобно кричит о хунте. Не хочу быть гражданкой фашистского государства. Вон истории, какие выдумывают душераздирающие. Те, которые возвращаются из зоны АТО, они находятся в состоянии алкоголизации, нарканилизации, и они находятся в госпиталях. Я была в госпиталях. Но рано или поздно тем, кто постоянно вынужден повторять бредовые враки про Украину, срывает крышу. Наша героиня не стала исключением. В стремлении услужить и заткнуть реальную мысль реального эксперта ушла в неведомую степь. Представитель, он кричит больше всех. Здесь всех учил истории, одевая белорусскую вышиванку и говорит о том, что он украинец. Потому что украинская вышиванка – это преобладание красного и черного цвета. Начнем с того, что голубой цвет вполне себе имел место в традиционных украинских вышиванках. Но новоиспеченного этнографа не остановить. Мне просто Дмитрий из программы все-таки подарил вышиванку. Он мне давно обещал. Но она ярко-розового цвета. Дмитрий, что за вышиванка? Олечка, розовая вышиванка – это американский символ вагины, который они одели. Вот я, да, я думаю, что мне на это... И вот тут замечаешь. Если, к примеру, Юрий Кот хоть и понарошку, но вырос от шоумена к политологу, то Галина Запорожцева наоборот скатилась. От полковника к уровню базарной бабы. Да еще и не очень воспитанный. Это американский символ вагины, который они одели на голову. Вот такие выпады сводят на нет все старания пропагандистов слепить из непонятной, никому неизвестной личности эксперта в украинском вопросе. Но кто в здравом уме поверит ей? На что жалуемся? На голову жалуется. Это хорошо. Легкие дышат, сердце стучит. А голова? А голова – предмет темный, исследованию не подлежит. Галина Запорожцева наряду с Юрием Котом и Леной Бойко, конечно, звезды первой величины в сфере российской пропаганды об Украине. Я подозреваю, это все товарищи на зарплате у кремляк. Но, продавая душу Кремлю, они не учли маленького, но существенного факта. Такие звезды падают так же стремительно, как и восходят. Когда они перестанут быть нужны, о них так же быстро забудут. Вот к чему мы идем. Смотрите далее в «Гражданской обороне». «Сделал дело – умри смело». Отношение РФ к боевикам Донбасса. Потому что цена жизни, она ноль. Умер дружок, съешь пирожок. Вчера бравые российские добровольцы. Сегодня отработанный материал. А здесь они тоже никому не нужны. Нет, тоже структура, которая бы отвечала за их прием, адаптацию. Ни почести, ни денег, ни здоровья. Русский мир верен своим традициям. Работу пока не нашел. Начал живу с ним. На пенсию. На общих основаниях. Первая группа. Умереть не в Украине, так в Сирии. Незавидная судьба российских наемников. Многие, с кем я воевал, теперь воюют в Сирии. Многие там уже погибли. Кто-то под влиянием пропаганды, кто-то от безнадеги и безденежья. Но все они ехали в чужую страну убивать. Я приехал помочь. Солдаты русского мира. Так называемые добровольцы. А по сути, наемники. Ну сейчас Донбасс. Если Донбасс проиграет, следующая остановка России. Они и сейчас говорят лозунгами Киселев ТВ. Хотя родная страна просто-напросто списала их в утиль. С плен обменяли. Можно на все четыре стороны идти. Сейчас я не знаю, где на протез деньги взять. Дорогое удовольствие. Обещаний много. Александр Пашков из Воронежа поехал отстаивать русский мир и строить мифическую Новороссию. После того, как потерял ногу, в РФ не нашлось денег ни на протез, ни на реабилитацию. Зато медалей не пожалели. Кстати, Саша единственный из нас, кто достойный этой медали за боевое содружество. Как русские, приехавшие сражаться, помогать нам избавиться от нацистской мечести. Вручала заместителя министра обороны с журналистами на камеру. После того, как самая духовная начала необъявленную войну на Донбассе и кинула клич на Киселев ТВ, пушечное мясо потянулось на оккупированные районы со всей России. Привет, Чита! Привет, Улан-Удэ! Чита, Яснокорск, Акинск, Куфрочек! Вскоре обратно в страну духовных скреп двинулись цинковые гробы и те, кому повезло немного больше. Спасибо вам огромное за ваше доброе, теплое сердце, то, что вы не остаетесь равнодушными. В РФ вернулись тысячи коллег. И вот тут самое духовное и показало истинное лицо русского мира. То есть они там без рук, без ног, с сигаретой, без фильтра, с какой-то чашкой баланды, они начали понимать там, что они никому не нужны. Официальный Кремль свое участие в войне отрицает вот уже три с половиной года. Говорю вам прямо и определенно, российских войск на Украине нет. А раз войск нет, значит и инвалидов, участников боевых действий тоже нет. Вы меня, наверное, смешили. Выяснилось, что бравым защитникам русского мира светит мизерная пенсия по инвалидности. И они ничем не отличаются, например, от попавших под трамвай сограждан. А здесь они тоже никому не нужны. Нет, тоже структура, которая бы отвечала за их прием, адаптацию, какую-то социальную помощь, поддержку, размещение. В СМИ и соцсетях многие жалуются, что даже на комиссии по инвалидности к ним относятся с пренебрежением. Самое мерзкое, как с нами общаются. На комиссиях разговаривают, где инвалидность устанавливают. МСЭК, кажется, или в больницах, как со скотами. Пацанам прямо в лицо говорят. Мы вас туда не посылали. Эркин Исманов, боевик, воевал на Донбассе. В интервью газета РО. В августе 16-го боевик получил ранение в шею и остался прикованным к инвалидной коляске. Никакой реабилитации, никакого лечения. Их не особенно лечат, по той причине, что в тех краях традиционно человеческая жизнь ценилась несколько ниже обычного. Вскоре выяснилось, что защитник русского мира не нужен не только государству, но и собственной семье. За полгода его ни разу не вывозили на улицу. Тело покрылось пролежнями, а мышцы атрофировались. Мышцы полностью атрофировались. Были одни кости, были видны. Образовался застой крови. Теперь террорист обращается во всевозможные благотворительные фонды в надежде собрать деньги на реабилитацию. Почти все отказывают. В основном вернувшиеся из Донбасса искалеченные наемники получают вторую группу инвалидности. А это около 5000 рублей в месяц. Выживать на такие деньги в РФ практически невозможно. Однако найти работу коллегам еще сложнее. Работу пока не нашел. Ну, в принципе, у нас сложно с работой. Маленький город, как бы своеобразный там все это. Город Курган. Еще один боевик из российской глубинки, позывной «Ислам». Поехал за лучшей жизнью. Вернулся без ноги. В основном вспоминаются русские, кто воевал здесь. И кто там сейчас, грубо говоря, и не здесь ничего не получил. Работы нет, здоровье тоже. Пенсии не хватает даже, чтобы проведать друга, такого же наемника. Я товарищ Пушка, которого парализовал, один под Дебальцевым. Я до него добраться не могу. Мне не стыдно, потому что самому мне не собрать на мою пенсию. Довольно дорого. Жизнь еще молодого мужчины превратилась в убогое и беспросветное существование. Однако, кажется, война на Донбассе отняла у террориста ногу, но ума не прибавила. Было очень весело, было интересно, было смешно. Повоевали, постреляли. Не знаю. О своем ранении не жалею. Но есть и те, кто все же сделал какие-то выводы. Например, наемник с Урала Михаил Лаптев. Это очень страшно. И те, кто собираются, мне не советуют. 36-летний фотограф из Камышлова после нескольких месяцев войны за ЛНР также вернулся домой безногим инвалидом. Вот этим снарядом из Буцефала, короче, у меня это оторвало ногу. А он разрывной или он просто сам по себе такого калибра, что... Он сам по себе такой. И снова ни почестей, ни денег, ни возможности вернуться к нормальной жизни. Он вернулся, и оказывается, что он в совершенно другой социальной реальности, что вокруг нелюбящие люди, а наоборот презирающие и ненавидящие. На территории РФ существует уже целых три негосударственных организации, которые пытаются объединить бывших боевиков Донбасса. Первая – так называемый «Союз добровольцев Донбасса». Ее создал террористический экс-премьер Александр Бородай. Добровольцы – это не только те, кто держит в руке автомат. И, по сути, через нее Кремль пытается держать под контролем людей с боевым опытом. Для того, чтобы вот эти участники агрессии против Украины не поддержали некие контрэлиты в России, не начали там захватывать какие-то территории, устанавливать свои псевдореспублики, эти силовые органы решают их возглавить. Вторую организацию – движение «Новороссия» создал террорист с комплексом белогвардейца Игорь Гиркин. Основное ядро создаваемого движения составляют люди, принимавшие непосредственное участие в вооруженной защите Донбасса. И третью организацию «Ветераны Новороссии» зарегистрировал российский наемник из Екатеринбурга, некий Андрей Камаев. Последний мой бой был на МИУСе. Мы брали блокпост, получил ранение, уже потом с тех пор не воевал. На Донбассе боевик потерял ногу, но разговаривать пропагандистскими лозунгами не перестал. Мы же великая страна, с великой историей. Каждый сто лет, как говорится, весь мир получается против нас. Камаев живет на нищенскую пенсию, а целью его жизни стала борьба за статус участника боевых действий. А сейчас чем занимаешься, помимо общественной деятельности? На чужой выставке? Да. На пенсию, на общих основаниях, вторая группа. Организация на добровольных началах, государственных финансирований нет. Из десяти товарищей Камаева по оружию пятеро вернулись в гробах. Трое – искалеченными. И только двое остались невредимы физически. Потому что цена жизни – она ноль. Умер дружок – съешь пирожок. Однако тех, кто уцелел на Донбассе, в стране скреп ждала все та же российская безработица и безденежья. Специально для них у Кремля уже было готово уникальное предложение. Многие, с кем я воевал, теперь воюют в Сирии. Многие там уже погибли. То Луганский со мной был. Постоянно парни пишут, что тот, того ты помнишь, фотографию присылают. Кого-то помню, кого-то не помню. Тот там погиб, тот там погиб в Сирии. Это выглядит как настоящее издевательство. Высокооплачиваемый прихлебатель Кремля, пропагандист Грэм Филлипс, дарит солнцезащитные очки слепому, искалеченному боевику Миши Матвиенко. И на ломаном русском пытается подбодрить парня. Благодаря бредовым идеям русского мира в 14-м 19-летний дончанин пошел воевать и лишился руки, обеих ног и глаз. А сегодня ты выполняешь 21, да? 21, да, уже 21. Ничего. Дожил. С нашей жизнью-то. Теперь Миша с мамой живут в Москве. Им практически не на что купить хлеба. России они не нужны. Различным благотворительным фондам тоже. Ну как жизнь? Ну, вообще нормально, но в финансовом плане, да. Вам требуются деньги на протез на руку. Якобы, чтобы помочь, Грамм Филипс снимает с Мишей кощунственные видеоролики. Начали себя. Чуть-чуть. Ну покажи, 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 покажи. Что? Хожу, покажи, вот это. Красавчик ты. За мифический русский мир в 19 лет Матвиенко превратил свою жизнь и жизнь своей матери в ад. Больно, когда идешь по улице. Такие же дети, как он. Идут, смеются, улыбаются. У них есть и руки, и ноги, а самое главное зрение. Однако вопросов, почему Миша почти ребенок взял в руки оружие и пошел убивать и калечить таких же, как сам, ни мать, ни сам Матвиенко не задают. Еще видно, что даже многие люди, украинцы, не понимают, что такое война. Точно так же семья не интересуется вопросом, почему страна-скреп, которая разрушила их жизни, теперь относится к Мише как к отработанному материалу. Тысячи российских наемников вернулись из Донбасса искалеченными инвалидами. На родине борцов за русский мир ждал холодный душ. Меня не выводили ни разу на улицу, не спускали. Кремлю, который через федеральные телеканалы призывал всех на защиту Донбасса, жалкие ампутанты оказались ни к чему. Ни почестей, ни денег, ни протезов, ни даже элементарного лечения. На самом деле бросать своих вполне в традициях русского мира. И то, что наемники об этом не знали, теперь исключительно их проблемы. Смотрите далее в гражданской обороне. Украинский прорыв в военных разработках. По некоторым разработкам мы за эти, уже четвертый год получается войны, да, мы опережаем даже Европу. Уникальные беспилотники, инновационные глушители и винтовка с рекордной дальностью стрельбы. У нас есть винтовка, которая стреляет на 4 километра. Раша Гудбай. Первый украинский самолет, созданный без единой российской детали. Планы по выпуску этого самолета измеряются десятками бортов. Чудесное воскрешение украинского ВПК. 2014. В войну с российским агрессором Украина вступает с практически уничтоженной армией. Вместо рабочей техники, по сути, груды советского металлолома. В течение 23 лет независимости нашей, к огромному сожалению, наша военная промышленность, она уничтожалась. И фактически к началу боевых действий мы подошли там, ну, чуть ли не с нулевым потенциалом. За три с половиной года войны все меняется на 180 градусов. Минобороны начинают финансировать военные разработки. В процесс включаются частные волонтерские организации. По некоторым разработкам мы за эти, уже четвертый год получается войны, да, мы опережаем даже в Европу по военным разработкам. Оно, возможно, выглядит, знаете, как-то странно порой, да, но, поймите, мы отталкиваемся от реальной практики боя. Как это ни печально, Украина становится испытательным полигоном для нового вооружения. И результаты отечественных разработок порой впечатляют. Это мини-бронетранспортер-беспилотник «Фантом». Детище госпредприятия «Спецтехноэкспорт». Он может вести огонь в любое время суток на расстоянии более одного километра. Легко бронированный беспилотник, который функционально должен осуществлять подвоз боеприпасов, вывоз раненых. Радиус действия до 20 километров. Управление идет по закрытым каналам связи. В декабре прошлого года «Фантом» успешно прошел испытания в сложных погодных условиях на полигоне в Черниговской области. Летом 2017-го выходит новая модификация «Фантом-2». У беспилотника уже 8 колес. Он может нести больше полезного груза и более мощное оружие. Он отличается от первого варианта. Тоже потужную ракетную зброю, которая установлена на него. В прошлом году «Укроборонпром» разработал сразу несколько боевых модулей. Этот называется «ВИЙ». Он способен делать 50 выстрелов в секунду. Модуль устанавливают на украинские дозоры. Главное, нужно выходить наружу, подставлять все под ворожьи и кули. Тобто «Е», «Е» оптика «Е» отворят, извините, выдается в огонь. В сентябре 2016-го предприятие «Спецтехноэкспорт» на выставке в Азербайджане представляет еще один боевой модуль – «Тайпан». Боевой модуль «Тайпан» не уступает западным аналогам, но стоит в разы дешевле. Модуль автоматически наводит пушку на выбранные цели, сопровождает их и удерживает вооружение в заданном положении. «Тайпан» предназначен для вооружения легких бронемашин и весит всего 350 килограммов. Оснащен системой стабилизации, системой распознавания цели, системой захвата и введения цели. Днепровское конструкторское бюро «Южное» на базе советской системы залпового огня «Смерч» разработала ракетный комплекс «Альха». Сегодня уже можно смело говорить, что «Альха» станет заменой самого мощного оружия украинской армии – ракетного комплекса «Точка-У». Украинская ракета значительно краще российского навыка, потому что украинская ракета кирована. И это позволяет очень точно и эффективно выражать цель. Ключевой особенностью «Альхи» является система наведения с возможностью корректировки траектории уже в полете. Дальность стрельбы «Альхи» – от 100 километров. То есть потенциально россияне должны понимать, что теперь их территория находится, по крайней мере, приграничные районы, под огневым воздействием вооруженных сил Украины. Место Советского Града может занять украинская система залпового огня «Верба». Ее разработали еще в 15-м. Для того, чтобы перезарядить 40 ракет Советского Града, требуется от часа до двух. «Верба» перезаряжается за 10 минут. Благодаря современной системе навигации время открытия огня на незнакомой местности сократилось в 4 раза. Большая проходимость, большая точность огня, более защищенная система связи. Украина может допускать все. Даже сейчас, несмотря на то, что 25 лет, промышленность Украины сознательно убивали. Дальше больше. Несколько лет подряд кремлевская пропаганда дистанно пророчила смерть украинскому авиастроению. Киевская власть хоронит легендарный авиационный завод и КБ Антонов. Предупреждали давно. Европейцам он не нужен. Якобы без кооперации с Великой Духовной и без российских комплектующих предприятие обречено. Многие комплектующие для самолетов «Ан» они поставлялись из России. Разрушение прежней системы работы знаменитого авиапредприятия может обернуться серьезным кризисом. Самолетостроительная фирма с мировым именем, похоже, обречена. Однако то, что в 2014 многим казалось невозможным, в 2017 стало реальностью. На заводе «Антонов» создали первый самолет без единой российской детали – Ан-132Д. Ан-132Д предназначен для полетов на ближние и среднемагистральных маршрутах. Он будет выполнять широкий спектр задач по перевозке грузов. То есть идет момент импортозамещения. Если раньше Антонов работал в тесной кооперации с российскими оборонными заводами, то теперь фактически Украина отказалась от присутствия российского сектора. Ан-132Д создали в рекордные сроки – за два года. В мае 2015-го был дан старт программе. В марте 2017-го он совершил первый полет. Для сравнения российский транспортник Ил-112, который должен заменить украинские «Аны», начали разрабатывать в 1993-м году, а первый полет запланирован на 2018-й. Сегодня мы стоим на пороге завершения всех необходимых работ, связанных с будущими испытаниями самолета Ил-112. Ан-132Д будет иметь крейсерскую скорость до 500 км в час и максимальную высоту полета до 9 км, и сможет перевозить больше 9 тонн грузов. Долгожданный российский Ил-112 сможет поднимать только 5 тонн груза и подниматься на высоту 7,6 км. А это и рабочие места, это и, соответственно, возможность модернизации производства, это и, в первую очередь, отказ от российских комплектаций. То есть Украина фактически переходит на свой замкнутый цикл. Февраль 17-го, Кременчук. Здесь открывают современный центр для тренировки пилотов и экипажей вертолетов различных модификаций МИИ для нужд воздушных сил и армейской авиации вооруженных сил Украины. То есть он уже, в общем-то, ничем не отличается от живого вертолета, от реального вертолета, но имеет огромные обучающие возможности. На тренажерах можно смоделировать абсолютно любые условия полета. Одной из проблем украинских военно-воздушных сил было отсутствие налета личного состава. Открытие данного центра дает возможность усовершенствования как личностных качеств пилота, так, соответственно, и тактико-тактических характеристик. С началом войны в Украине наряду с государственными предприятиями за разработку оружия взялись волонтеры и частные компании. Отдельные результаты сегодня поражают. Есть у нас замечательный волонтерский проект People Project, называется «Компания Украины». Они разрабатывали несколько проектов, и вот самый удачный их проект — это беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического назначения. Беспилотник может находиться в небе до 5 часов, подниматься на 2000 метров, развивать скорость до 140 км в час, а его полезная нагрузка — 8 килограммов. Тот же российский беспилотник «Застава», произведенный по контракту с Израилем, имеет время полета всего 80 минут, полезную нагрузку почти в два раза меньше — 4 килограмма, а потолок высоты всего 305 метров. К тому же его стоимость — 2 миллиона долларов. Цена украинской разработки не дотягивает и до миллиона гривен. Это шикарнейший самолет, отличный самолет, он в своем классе единый у нас в Украине, он выполняет очень большой ряд задач, и аналоги европейские, американские аналоги стоят в 3-4 раза дороже. Беспилотник летит автономно, вне зависимости от погодных условий и действия радиоэлектронной борьбы. Наши электронщики сумели даже бытовые беспилотники сделать неперехватываемыми для противников. Эксперты говорят, что без преувеличения выдающихся результатов удалось добиться украинским разработчикам в сфере радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. По радиоэлектронной разведке у нас есть такая компания Armorum Solution, которая разработала комплекс радиоэлектронной разведки «Тень» называется. Такие же приборы делают англичане, французы, там Талис компания, там, блайтеры. То есть мы все повторяем эти системы. Разница в цене и в эффективности. А это винтовка украинской разработки. Ее создали на базе пулемета 14,5-миллиметрового калибра, и по дальности стрельбы она мировой рекордсмен. В разговоре с одним из американских генералов, как раз когда разговор зашел о стрелковом вооружении, я ему задал вопрос, говорю, вы знаете, ваш мировой рекорд винтовки «Барретт», который поставлен там сколько по дальности? 2,6 километра. У нас есть винтовка, которая стреляет на 4 километра. Винтовка весит 36 килограммов, зато безотказная и стоит не 30 тысяч долларов, как западные аналоги, а 5-8. У нас есть разработчик глушителя. Это глушитель, который хочет покупать практически там чуть ли не вся Европа и Соединенные Штаты. Человек, он действительно, он одессит, он повернут на этих глушителях, он сделал новую систему газоотвода, и этот глушитель позволяет там держать до 10 рожков. За три с половиной года Украине удалось не только из пепла возродить боеспособную армию, но и существенно продвинуться в сфере военной техники. Сегодня украинскими изобретениями интересуются и в Европе, и в США. Это уже совершенно другой, но качественный уровень развития украинского обороны промо. Чтобы завоевать место среди мировых производителей оружия, предстоит преодолеть еще немало препятствий. Но военные эксперты уверяют, что Украина уже может предложить конкурентный по цене и качеству продукт другим странам. А главное — собственной армии.